Всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, и вы на моем канале про моду шоппинг и модные путешествия. Так, друзья, начинаем наш обзор в Zara. Новиночки из Zara. Здесь, я так поняла, по сути, потому что я нашла, в основном будет обзор жилеток, ну и, конечно, это я шучу. Моя цель найти для вас не максимум вещей, которые можно показать, а именно максимум из хорошего качества и того, что я конкретно рекомендую, потому что синтетику, друзья, я почти что никогда не примеряю, потому что это очень фотогично, это классно смотрится в кадре, но это абсолютно неносибельно. Хочется для вас все-таки хорошее качество искать, поэтому мы берем не количеством, а качеством. Итак, смотрите, какой классный жилет они сделали в новой коллекции, мне очень нравится. А, кстати, все размеры, все номера артикулов, все-все-все, все мои параметры в описании к этому видео, все найдете точно, поэтому на этом я не заостряю внимание. Жилет супер, это лен, и посмотрите, очень красивый такой оливковый хаки-цвет, он будет отлично сочетаться, конечно же, вот с черным, с синим, обожаю сочетание оливкового с голубым денимом, с таким выбеленным голубым, будет очень красиво. Это я так вам накидываю варианты, да, сочетаний, также, конечно же, с молочным цветом, с рыжим, ну, то есть вариантов много. Жилет здоровский, мне очень нравится, как вот здесь сделана линия плеча, такая мягкая и акцентированная в то же время, и его можно легко, конечно же, носить с большим количеством других низов, можно с мини-юбками, можно с шортами, потом можно так расстегнуть, и вообще в расстегнутом виде тоже смотрится расслабленно и здорово. Ваше внимание обращаю на эти брюки, это льняные, как видите, широченные брюки, очень хорошие длины на мой рост, на мне размер, вот здесь я прокомментирую размер, на мне L, я его максимально завязала вот здесь на шнурок, но я рекомендую вам брать размер в размер все-таки. Для примерки просто этого размера не было, но мне так понравились эти брюки, что я решила, что L-ку я все равно вот здесь как-нибудь максимально зафиксирую, чтобы вам показать. Брюки однозначно, да, 10 из 10, невероятно классные, смотрятся они дорого, смотрятся здорово, это тоже льня, в них очень комфортно, и еще у нас остался с вами кусочек лета, это те вещи, которые абсолютно вне времени, поэтому если вы купите обе эти две вещи в следующем сезоне, вы точно будете носить, я имею в виду в следующем летнем сезоне. Все, друзья, вот такие две первые находки, начинаем именно с них наше видео и продолжаем дальше смотреть, что дальше будет. Как я вам сказала, будет много жилеток в этом обзоре, кстати, из того, что я для вас хочу показать в этом сезоне, вот из этих новинок, очень много бога стиля, такой очень расслабленный, я бы сказала, это видео будет у нас настроение либо юг Франции, либо отдых где-то на юге и на море, потому что все очень расслаблено, очень много льна и очень много лета, лета, лета. Итак, смотрите, я очень люблю, невероятно люблю сочетание вот этого цвета горчицы, такого желто-зеленого сложного очень цвета с черным, это смотрится всегда классно, очень необычно и очень при этом ярко и невероятно благородно, на мой взгляд. И посмотрите, как здорово смотрится, достаточно прилегающий, но не все-таки не сильно прилегающий жилет с широченными брюками и здесь они заиграли особенно, потому что он покороче, более прилегающий и сразу же раскрылась вся красота этих брюк. Еще раз все-таки настоятельно их рекомендую, они прям классные, мне даже захотелось их себе приобрести. Жилет прокомментирую, классный состав, ведь он вискоза, подкладка вискоза, в общем, супер-мега-класс, для Зары просто невероятно здорово. Она достаточно классическая, эта жилетка, и нужно брать размер в размер. Она не должна прилегать, она должна быть в облипку, и она в таком расслабленном, но достаточно прилегающем фасоне. И она довольно классическая, кстати, что позволяет ее считать со многими вариантами, как и с классическими брюками-юбками, так и с такими уже более расслабленными вещами. С джинсами, например, будет здорово смотреться. Этот жилет я тоже настоятельно рекомендую, я бы дала бы ему 10 из 10 смело, и за состав, и за современность, и за внешний вид. Но брюки, брюки, это просто бомба, друзья, бомба, надо брать. И последнее сочетание с этими брюками, потому что здесь еще, скажу вам сразу, тоже проблема, в Зару больше 6 вещей не дают проносить, и это, конечно, тоже отдельный челлендж. Ну, смотрите, белое сочетание с черным, это классика жанра, и такое сочетание тоже имеет место быть. Две вещи с таким лимным составом, брюки и топ. Топ это аж хлопок с льном, и что тоже дает очки дополнительные, особенно для Зары. Мне понравилась вышивка, мне понравилось, как сделано здесь кружево. Это все смотрится довольно симпатично, опять-таки в таком провансальском стиле, я бы сказала морском, тоже отдыхательном, как я это называю. Топ заслуживает внимания однозначно, плюс он идет с шортиками, с коротенькими, это для тех, кто любит именно комплектами все покупать. Шорты тоже классные, как раз-таки, чтобы такой летний совсем, если вы еще собираетесь на море и что-то ищете, что-то купить, можно купить этот комплект именно шорты с топом. Я же отмечаю отдельно топ, потому что топ это достаточно универсальная вещь, которую можно сочетать с большим количеством низов, поэтому и этот в том числе с джинсами, с любыми юбками, брюками, конечно же, да. И он, опять-таки, из хорошего состава, дышащий материал, и смотрится современно, смотрится классно, дорого и симпатично. Так, летнее хулианство продолжается. Для вас я нашла еще одну жилетку, я вам обещала, что будут сплошные жилетки, друзья. И здесь хлопковая жилетка с таким плотным, очень этническим рисунком. Посмотрите, вот такой плотный-плотный, и сама она тоже плотная. И мне нравится, как она сочетается с легкой рубашкой-туникой, и под нее надела шортики, потому что все-таки она достаточно прозрачная. Так что, внимание, да, для тех, кто хочет использовать эту рубашку именно как тунику, как самостоятельное платье, она очень прозрачная. И мне нравится такое сочетание, мне нравятся этнические рубашки на простых, не на их длинных рубашках, на платьях. Это смотрится всегда очень свежо. И летом можно дополнять. Получается, что такой многослойный комплект получился, да, два слоя, уже не один. И более интересно это все выглядит. Добавляем сюда больше этнических элементов. Я бы добавила крупные серьги, плетеные сандалии. Здесь я выбрала, в данном случае, золотые босоножки мои. Они чуть-чуть на каблучке, чтобы чуть-чуть приподнять. В принципе, здесь пошли бы плетеные сандалии просто идеально. И крупная плетеная сумка, и все, и ваш комплект готов. Ну вот, смотрите, эта жилетка тоже рекомендую для любителей этнического стиля. Она такая очень яркая и стилеобразующая, однозначно. То есть, это такая яркая деталь, которую достаточно много, да, для себя подтягивает внимание. И эта рубашка-туник, она классная, натуральный состав. Смотрится элегантно. Можно, кстати, ее использовать как домашнюю рубашку. Кто любит шик дома, вот я бы тоже советовала, как домашнюю одежду такую носить. Вы будете чувствовать просто королевой. Так, друзья, и наша роскошная жизнь на море, на Средиземном, продолжается. Захотелось мне для вас показать вот эти брюки, но уже в белом варианте, чтобы вы посмотрели, какая разница. И это, кстати, вот так же М размер, мой размер. И так они сидят. Они идут на резинке, здесь уже нет необходимости вот в этой шнуровке, чтобы так затягивать, потому что резинка сидит достаточно плотно. Брюки, кстати, ну такие немного прозрачноватые, я бы сказала, но не критично. Сейчас, мне кажется, вообще невозможно найти именно брюки, чтобы они не были прозрачными, на мой взгляд, из того, что я видела. Наверху топ, тоже это все утуральный материал. Очень приятный такой оттенок топ, который называется. И он такой очень женственный, немного в стиле Изабель Моран. Вот, девочки, кто любит Изабель Моран, этот топ однозначно для вас. Конечно, его нужно отгладить, потому что здесь он выглядит не очень аккуратно. Но вот если вы укрести в порядок, будет смотреться здорово. Будет смотреться вот по-настоящему, как Изабель Моран, но в 10 раз дешевле. По-моему, неплохо. И опять-таки он легко сочетается, этот топ верхний, с любыми шортиками, с любыми юбочками, с любыми джинсами. И также с брюками, как видите, тоже хорошо смотрится. Вот такой вышел, девочки, обзор в Заре. Что могу сказать? Сложно всегда делать обзоры, примерки новых новинок, когда идет распродажа, потому что все равно еще продолжают проходить летние вещи, но сезонные. И нового еще такого, совсем нового, свежего ничего нет. Поэтому все-таки этот обзор больше похож как на такой типичный обзор летней одежды. Новиночки мы с вами уже будем смотреть, я думаю, в сентябре, в октябре. Такие что-то прям классные. И уже будем смотреть с вами стильные формулы на осень, комбинации стильные. То, как мы носим, какие самые сейчас актуальные комбинации, какие образы можно составлять. Поэтому подписывайтесь, мы это все будем делать уже в ближайший месяц. Так, друзья, что я вам хотела сказать. Пока мы с вами переходим из Зары в Манго. В Манго я для вас присмотрела парочку симпатичных платьев, которые хочу вам показать. Но подписывайтесь на мой Телеграм, потому что мои подписчики Телеграма и Инстаграма увидят все мои сегодняшние находки уже в день съемок. Вы же это увидите на неделю или на две позже. Поэтому вам лучше всего подписаться на меня. Еще хочу вам сказать, что, скорее всего, с примерками на ближайшее время мы с вами закончим буквально на месяц-полтора. Потому что я поеду в свои модные путешествия в Петербург, в Хельсинки, в Стамбул и, возможно, в Лондон. То есть будет такая интенсивная программа по модным путешествиям. Я буду к ним готовиться. И есть еще одна задумка по модному формату. Также будут видео про тренды в ближайшее время. Поэтому есть чем заняться. При том, что смысла пока в новой коллекции снимать нет. Как я вам сказала, пока еще так, да, межсезонья, не люблю такое. Но поэтому все равно подписывайтесь, чтобы модно путешествовать со мной. Чтобы не потерять меня. И так что, да, я уже почти дошла до манго. Так, друзья, ну я в своем персональном аду. Я в примерочной манго. Наверное, худший примерочный долива в жизни встречала. Если честно, это просто адок. Ладно, ближе к делу обнаружено парочку классных вещей с хорошими составами. Первое платье, как вы видите, уже все на мне. Это макси-платье. Оно, конечно же, немного просвечивается. Во-первых, в тех местах, где есть вставки кружевные. Во-вторых, сама ткань довольно тонкая. То есть платье для смелых девочек. И носим, конечно же, с бежевым бельем, чтобы ничего не было видно. Прокомментирую по размеру. Здесь очень важно прокомментировать именно размер. На мне размер S. И даже я с моими малыми объемами достаточно сложно так застегнула. Чувствую себя не свободно именно в грудной клетке. Вот здесь, в ребрах. Хочется чуть-чуть побольше свободного места. Поэтому, если у вас есть выдающаяся грудь, либо вообще она есть в полном объеме, я вам предлагаю брать на размеры больше вашего родного размера. Это платье, в крайнем случае, ну, если совсем не подойдет, вы можете сдать, но платье безумно красивое. Очень красиво оформленная эта линия декольте. Посмотрите, очень красивое кружево, просто бесподобно красивое. И здесь неплохой состав. Здесь модал. Ну, мы уже с вами обсуждаем из видео в видео, что бренды идут на унижение расходов, поэтому чаще будут сейчас искусственные ткани иметь место, чем натуральные. Но, тем не менее, модал. Хотя бы модал, а не полиэстер. Итак, здесь модал и чуть-чуть совсем полиэстер. Но платье безумно красивое. Оно такое прямо высшее. Вы точно в нем не пройдете незамеченными. Его отлично можно надеть куда-нибудь на вечер. В нем красиво прогуляться. И довольно оно такое жизнеспособное на лето тоже. В том числе с сандалиями, если его высокое. Можно корзинку, черную шляпу. Вы будете тогда просто летней дивой, это точно. Так, если предыдущая, это была вечерняя дива, все-таки больше, да, она такая вечерняя. Кстати, они очень похожи на сантро. Что-то мне сегодня встречаются вещи, очень похожи на сантро. Не знаю, с чем это связано. В H&M я нашла. H&M обзор вы увидите на следующей неделе. Там тоже безумно классный топ. Очень похожи уже на сантро стиль. Это черное платье предыдущее было вот по кружеву, потому как оно сделано, мне кажется, такой сантро все-таки стиль. А это платье, это дива дневная. Потому что оно сделано из хлопка, безумно удобно. Конечно же, комфортно. Это 100% хлопок дышащий материал. И смотря на черный цвет, оно максимально смотрится невероятно. Здорово вытягивает силуэт. И посмотрите, здесь очень здоровски сделаны завязочки. И оно все дышит. У вас тело все будет дышать. И на мне XS. Поэтому, если предыдущее платье мы берем точно на размер побольше, это мы берем, можем смело брать на размер поменьше. Я в XS. Здорово поместилась. Здесь резинка. Мои бедра размера M, иногда L, в зависимости от того, что мы берем. Тоже, видите, прекрасно в этой XS. Прекрасно себя чувствуют. Так что, друзья, посмотрите. Вот это платье однозначно 10 из 10. И моя настоятельная рекомендация. Вы знаете, когда я что-то рекомендую, я рекомендую только очень хорошего качества и только современные фасоны. Это безумно актуальный сарафан. Просто супер актуальный. Поэтому, если вы хотите выглядеть стильно, в то же время элегантно и дорого, это этот тот сарафан, который нужно купить. Так, друзья, в Тюрьме сегодня 36 градусов, а здесь нет кондиционеров примерочных. Это просто ужас. Но мне осталось совсем чуть-чуть, поэтому... Так, нашелся еще прекрасный топ на лето. Очень легкий, очень свободный, классно смотрится. Опять-таки, мне нравятся эти кружевные детали, которые идут по окантовке и по центру. Все, про него особо говорить нечего. Он сделан из хлопка и смотрится тоже здорово и легко сочетается абсолютно, опять-таки, с любым низом. Для тех, кто любит черный цвет, просто супер находка, супер классный топ. Внизу это тоже новая коллекция. Юбка из белого денима. На мне размер S, можно было бы M тоже, потому что тянет в бедрах вот здесь вот. Плотно сидит, поэтому можно было бы, конечно же, M-ку примерить. Посмотрите, это то, как выглядит сейчас современная юбка из денима. Обращаем внимание именно на белый вариант. Синяя юбка из денима уступает место белой из того, что я сейчас наблюдаю. И, в принципе, это такая рабочая лошадка, которую можно совмещать абсолютно с чем угодно. Как вы видите, белая юбка, это просто холст. Носите все, что угодно сверху, и у вас уже получился стильный и классный образ. Так, друзья, хочу из этого комплекта прокомментировать эту рубашку. Наверняка вы, кто любит английскую вышивку, вы уже ее приметили себе на сайте, если вы смотрите новинки на сайте. Что здесь расстройство, и что это 100% полиэстер? Кажется, мне как-то в это даже не верится, что за 80 евро, у нас эта рубашка стоит примерно 80 евро, 100% полиэстер в манго, либо они совсем уже ку-куль. В общем, не знаю, ку-куль и ку-ку. Сама по себе рубашка классная. Если вам она прямо супер нравится, я бы ее носила как верхнюю рубашку с микротопом. Тогда хотя бы все у вас здесь было расстегнуто, и она все равно дышит через дырочки. То есть это не так критично, но в то же время все равно не идеально. Но сама по себе симпатичная. Опять-таки для тех, кто любит такого типа английскую вышивку с черными плечишками, с белыми, будет просто идеально смотреться. С льняными вещами внизу. Супер. Хочу завершить обзор этим черным комплектом. Сегодня в манго, как вы видите, большинство новинок было черного цвета, но так сложилось. Посмотрим, может быть, в следующий раз будут другие цвета. Хочу здесь отметить этот топ. Вообще, в принципе, комплект сам очень современно выглядит. Он из очень интересной фактурной ткани. Довольно тепленький. Но здесь хлопок в составе 60% хлопка. И хочу отметить то, как выполнена горлобина, то, как выполнено декольте здесь. Здесь такой рубашечный воротничок, и потом очень глубокое, невероятно красивое декольте. Посмотрите, как оно красиво оформляет эту зону. Смотрится очень элегантно, очень благородно. И здесь вот такие маленькие пуговки. Они идут, в принципе, до этой зоны, до зоны паха. Но я раскрыла, потому что у меня разница между верхом и низом существенная. Поэтому я раскрываю подобного типа топа. Это смотрится тоже симпатично. Если у вас такой разницы нет, у вас более прямая фигурка, тогда будет вообще просто супер. Будет это смотреться. Можно, кстати, этот топ взять еще на размерчик побольше, даже, может быть, на два. Проэкспериментируйте дома сами, либо в примерочной, чтобы он был чуть-чуть длиннее. Это тоже как вариант можно рассматривать. Ну и все. И брюки. Кстати, брюки очень длинные. Посмотрите, очень, ну, на мой рост. С небольшим каблучком, прямо супер длинные, но их легко будет подшить. Этот комплект мне очень нравится. Он также есть в бежевом цвете. Кто любит бежевый, вполне тоже хорошо смотрится. Но я выбираю черный. Он такой более элегантный. Смотрится, мне кажется, чуть более дорого. Дополнить его крупными, черными аксессуарами в стиле скиапара или такое что-то невероятно безумное. И будет просто супер. Как раз это такой стиль на рубеже 60-х, 70-х выходит у нас. Друзья, я, если честно, сейчас просто, мне кажется, упаду в оморок от жары, которая здесь. Поэтому я с вами очень быстро попрощаюсь. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Напишите, что вам понравилось больше всего, какой из комплектов. И все, я вам уже все рассказала. С примерками пока закончим. Но вы подпишитесь все равно, потому что будут модные путешествия. Мне кажется, порой, что модные путешествия даже интереснее. И, как я вам сказала, еду в Петербург. Хочу снять там шоппинг-влог. Не буду много снимать. Сниму, наверное, один шоппинг-влог. И хотела бы у вас спросить. Давно не была там. Если вы из Петербурга, знаете ли вы какие-то местные бренды, на которые стоит обратить внимание. Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях, куда сходить, где поснимать. С удовольствием схожу и поснимаю. Конечно же, все не обещаю, но надеюсь, что что-то из ваших комментариев точно возьму. И заранее благодарна вам за вашу обратную связь. Я вам желаю, друзья, хорошего настроения. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч. И до новых модных путешествий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok